Салют, чуваки! Меня зовут Don't Sleep With Me. Как стремительно мчится время? Почти 10 лет назад мы пережили ярчайший всплеск SoundCloud Эры, которая подарила миру множество талантливых музыкантов, изменивших вектор современной музыки. В настоящее время мы продолжаем пожинать плоды этой платформы в виде новых имен, возникающих ежедневно. Несомненно, текущая картина выглядит весьма впечатляющей. Но не стоит забывать о первопроходцах, чьи шаги стали отправной точкой для многих. Они, возможно, не стали мировыми звездами, но их вклад в развитие музыкальной индустрии был значимым. Одним из таких оказался наш сегодняшний герой. Его творчество стало частью истории SoundCloud, и хотя его успех может быть охарактеризован как скромный в широком кругу, нельзя отрицать, что он в числе других артистов заложил фундамент для того, что мы имеем сегодня. Корбин Бэкнер Смидзик родился 20 февраля 1998 года во влажном портовом городе Балтимор, находящемся в штате Мэриленд. Легенда этого местечка гласит, что давным-давно существовал человек, который похищал маленьких детей и уносил их в свое секретное подземное логово с таинственными тоннелями, чтобы бесследно исчезнуть. Именно на этом кусочке земли начинается загадочная и удивительная история нашего героя. Корбин был рожден путем экстракарпанального оплодотворения, или говоря простым языком, он ребенок из пробирки. У исполнителя есть брат, который также родился благодаря этой процедуре, но от другой матери. Мальчик провел детство в городе Сент-Пол, штат Миннесота, в однополой семье, состоящей из двух женщин. У него не возникало проблем с родителями, его сверстники никогда не поднимали эту тему, поскольку место, в котором он рос, было либеральным и безопасным для ЛГБТ-сообщества. Юноша впервые почувствовал страсть к музыке в третьем классе, в возрасте 8 лет, когда начал брать уроки игры на гитаре. В начале он исполнял композиции ACDC и другие популярные рок-песни, но со временем его музыкальные вкусы стали более разнообразными, включая такие жанры, как дабстеп, эмо-кор, а также народную музыку Грегори Алана Исакова и мрачный андеграундный рэп Lil Ugly Main, откуда черпал вдохновение. Интересный факт. Корбин был членом центрального смешанного хора имени Святого Павла. Сформировав представление о том, как должна звучать его музыка, он создал мрачный и устрашающий дебютный микстейп «Форест» под псевдонимом «Спуки Блэк», который должен полностью описывать ощущения, передаваемые его музыкой. Однако материал не получил широкой популярности и остался скрытым в тенях интернета. Родители не одобряли его тексты, которые касались темы смерти, как собственной, так и других людей. Этот проект сильно выделяется среди всего его творчества и трудно поверить, что он был создан одним и тем же человеком, который всего через год станет интернет-сенсацией. По сути, юноша был одним из пионеров платформы SoundCloud, которая на тот момент существовала всего 4 года и не обладала влиятельностью и функциональностью, которые появились позже. Даже Space Ghost Pearl причислил Смидзи как числу легенд облачной музыки. По рекомендации отца своего друга, юноша начал слушать Кит Суита, который послужил вдохновением для его EP Black Silk, выпущенного 28 февраля 2014 года и ознаменовавший переход к R&B. Примечательно, что работа была опубликована под другим именем, поскольку Корбин решил, что Spooky Black будет связан с рэпом, в то время как Lil Spook будет для трогательной музыки. Вот что автор сказал о своем релизе. На самом деле, Black Silk не о девушках. Это просто способ выразить свои чувства. Именно в это время я переживал депрессию. В проекте выделяется песня Without You, которая изменила его жизнь и покорила сердца женщин по всему миру. Этот трек был создан совместно с продюсером Гриф, который также сотрудничал с Bones, Lil Peep и XXXTentacion. Чуть позже было представлено видео к песне, в котором парень появился в необычных черных и белых нарядах. Вдохновленных клипом Joe, I Wanna Know, образ Lil Spook вызвал много споров. Некоторые считали его расистским или попыткой провокации, в то время как другие просто восхищались его музыкой. Творчество молодого таланта, находившееся между меланхоличным соулом 80-х и агрессивным андеграундом рэпом, медленно распространялось по интернету, начиная с YouTube и заканчивая крупными новостными блогами WorldStar Hip-Hop и Wise. Издание Complex включило Without You в список лучших песен года и попросило Корбина дать интервью. Но он отказался. Его личность оставалась загадочной. Никто не знал, что это за человек. Юноша был неуловим, словно призрак. Вот что о себе сказал сам исполнитель. Я привык к одиночеству. Большую часть времени провожу в студии или дома в подвале. Пытаюсь избегать общения с людьми и сохранять дистанцию. Изолировал себя от друзей, злоупотребляющих наркотиками. Стремлюсь не причинять вред окружающим и делать их счастливыми. К сожалению, даже с близкими я остаюсь закрытым. И мне это не нравится. В июле того же года наш герой извергнул громкий синглризм, который выражает горечь от потерянной любви. Этот трек подтвердил его лирические способности. Работа была спродюсирована коллективом The Standard, о котором мы поговорим чуть позже, и продюсером Дог Маккини, известным по работам The Weeknd. Следующий релиз таинственной саундклауд-звезды не заставил себя долго ждать. Поэтому 12 августа 2014 года было представлено продолжение Black Silk под названием Leaven. В создание пластинки принял участие Wiccaface Springs Eternal. Удивительно красивый голос Смитзика захватывал слушателей с первой ноты, навсегда оставаясь в умах. Композиция Did you call it is my father имеет крайне забавную историю. Со слов Корбина, я написал эту песню примерно в то время, когда начал думать. Калид такой нелепый и странный человек. Это интриговало меня. Когда я думал, как назвать композицию, то меня посетила гениальная идея. Did you call it? Мой отец. Шутка зашла слишком далеко, поскольку потом я встретил его. Он выступал у нас на Розагей в Нью-Йорке, подписался на меня в Твиттер, а затем попросил мой номер телефона. Халид именно такой, каким вы его представляете вживую. Джанет Джексон, сестра покойного Майкла Джексона, использовала песню Корбина как часть интрилюдии во время своего мирового турне. Отныне можно было сказать, что Spooky Black стал звездой. Его взлет пришелся на депрессивную интернет эру Янглина, Боунса и культуры Сэтбой, когда музыканты выступали в роли рупора для подростков. Странность с Миззика только усиливала внимание аудитории, поскольку его планы на будущее хранились исключительно в его голове. Людям оставалось только сидеть и смотреть на экран в ожидании того, что Spooky Black будет делать дальше. Хотя наш герой и был закрытым в себе человеком, это не помешало ему завести прекрасных друзей в лице Бобби Рэпс, Аллен Кингном и Саймон, которые также были музыкантами из Миннесоты. В 2014 году они создали группу The Standard и 1 апреля того же года выпустили свой первый совместный сингл. Думаю, что стоит немного рассказать о его товарищах, Бобби Рэпс. Настоящее имя Роберт Джон Ричардсон, рэпер, певец и музыкальный продюсер. Известен тем, что принимал участие в создании инструментала для композиции The Weeknd Sidebox и своим плотным сотрудничеством с Корбином. Аллен Киаррига, более известный как Аллен Кингдом, впервые приобрел популярность благодаря своему синглу Way With a Spooky Black, вышедшем в 2014 году. Исполнитель был дважды номинирован на премию Грэмми за композицию Kanye West All Day, который отметился со своим припевом. Саймон Кристенсен, музыкальный продюсер. Работал с рядом известных рэперов, в первую очередь с Ян Таг, Фьючер, Лил Бэйби, Джуз Борлд, Ганна и другими. Вот что сказал Бобби о знакомстве с Корбином и об основании группы. Мы познакомились в Миннесоте, где было много музыкальных талантов. Один из моих друзей показал мне творчество Spooky Black, после чего я решил связаться с ним. Мы записали свою первую песню Ready. Позже пригласили остальных ребят. Наш союз подразумевал работу четырех человек над одной песней. Мы долго думали над названием, пока в голову не пришла классная идея не упоминать никого и оставить это просто как музыку. Док Маккини был менеджером Смидзика и прекрасно знал о вышеупомянутых ребятах. В результате чего в октябре 2014 года The Standard отправились в Торонто, чтобы записать свой дебютный альбом под руководством опытного звукорежиссера. А уже 4 ноября проект под одноименным названием коллектива вышел в свет. Продукт получился идеальным, поскольку несколько отдельных артистов со своим индивидуальным стилем собрались на одной пластинке. В том же месяце компания отправилась в турне по США, где к ним присоединился DJ Tip, ставший официальным диджеем группы, а их первый концерт открыл DJ Khaled. Выступление было настолько ожидаемым, что о нем написали Биллпорт и Нью-Йорк Таймс. Поскольку Спуки Блэк был загадочной интернет-фигурой, люди хотели увидеть артиста вживую и убедиться в его вокальных способностях. К сожалению, их альбом станет первым и последним проектом объединения. К июню 2017 года коллектив распался, при этом парни остались хорошими друзьями. По окончании тура Смидзик вернулся к сольному творчеству, выпустив композицию Be My Boo, которая завершила эпоху Спуки Блэк, поскольку это было шуточное имя. Он чувствовал дискомфорт, когда люди называли его так. Парень серьезно относился к своей музыке, ему просто нравилось добавлять в нее юмор. Его псевдоним не должен был вызывать у людей негодование на почве расизма. И уже к концу 2014 года Корбин публикует первый сингл «Worn» под своим собственным именем, обращаясь к увядающим отношениям с девушкой. Первоначальный всплеск интереса со стороны звукозаписывающих компаний лег невероятным бременем на плечи Смидзика. Когда юноше было всего 17, ему представилась одна из самых больших возможностей. Контракт с Ян Туркс и Эксел Рекординг с лейблами, ответственными за привлечение таких артистов, как Сэмфа, Зик Сык, Киадель в мейнстрим. «Я собирался выпустить с ними пластинку, но совместная работа мне не очень понравилась», говорит Смидзик. «Они классные, но это занимало слишком много времени. Плюс я получал давление со стороны руководства. Это был первый лейбл в моей жизни. Создавать музыку в такой атмосфере очень тяжело». 31 мая 2015 года два участника The Standard, Корбин и Бобби Рэпс, выпустили совместный EP Coach Potato, полностью спродюсированный последним из состоящей из семи песен. Бобби читал рэп и использовал свой мелодичный вокал поверх прогрессивных и мощных инструменталов, а Смидзик возвращал слушателей во времена Левин. Имея за плечами мемуарное прошлое, он, казалось, был в состоянии заявить о себе как о звезде мирового масштаба. Среди его фанатов был даже Дрейк. За вычетом нескольких концертов после его крайнего релиза артист исчез на два года. «Мне просто нечего было сказать. Я не планировал отсутствовать так долго. Просто я никогда не записывал стоящий альбом». Такой комментарий дал Смидзик. Молчание неожиданно прервалось в январе 2017-го синглом Destroy. 27 июля того же года опубликуется композиция Ice Boy, которая позже пойдет в его самый популярный сольный альбом Morn, выпущенный 5 сентября на лейблах We Did It и Cobalt Music. Говоря о пластинке, этот стиль музыки не похож на то, что мы слышали раньше от Корбина. Согласно пресс-релизу, концепция во многом основана на повествовании, в котором главный герой-затворник убеждает свою возлюбленную переехать бункер в лесу из-за текущего положения дел в стране. Затем он погибает в авиакатастрофе, а она впоследствии умирает, вернувшись домой. Корбин объединился с продюсерами Шломо и DT3J, чтобы сделать пластинку. В создании релиза также приняли участие Антвон и гитарист Блад Оранж Бенджамин Морсбергер. Прослушав раннее творчество парня в амплуа с Пуки Блэк, становится понятно, почему на создание нового материала ушло 2 года. Корбину нужно было время, чтобы повзрослеть. Одно из самых заметных впечатлений заключается в том, что артист научился придавать песне структуру и основу. Он отошел от туманных атмосферных джемов к ясным трекам. Его музыка достигла новых высот, показав исполнителя с другой стороны, отражая его апокалиптичные и параноидальные идеи. Музыкальный критик Энтони Фонтана оценил альбом на 7 баллов, признав его выдающимся. Наш герой отправился в турне и, казалось, не собирался исчезать снова, но это было не так. В период с осени 2017 по 2020 год фанаты могли довольствоваться лишь редкими синглами, где чаще Смиздик был гостем или отмечался продюсерским участием в песнях других артистов, либо постами в Инстаграм и Твиттер. Люди не знали, где он и чем он занимается. 12 ноября 2019 Смиздик неожиданно загружает релиз из 7 треков под названием Mourn 2016. Можно предположить, что композиции были записаны одновременно с сессиями альбома Mourn в 2016 году. Отсюда такое название. История продолжила делать необычные повороты. Так, 24 июля 2020 года выходит громкий сингл The Kid Leroy Корбина Not Fair, подкрепленный видеорядом, демонстрирующим новый образ призрачного исполнителя. Люди разделились на два лагеря. Одни открывали для себя нового артиста, другие удивлялись тому, что это тот самый Spooky Black. Сингл достиг золотого статуса, продавшись более чем в 500 тысяч экземпляров, и вошел в дебютный микстейп The Kid Leroy, заняв 8 место в чарте Billboard 200. Мужчина отказывался от больших возможностей во время своего творческого перерыва, но в ходе совместной студийной сессии Австралий смог убедить Миздика официально вернуться с шедевральной работой. Вот что Лерой рассказывал о встрече с Корбином. Мы пообщались и договорились о фите. Корбин достал свой телефон в раскладушку и попросил меня записать номер телефона. Изначально трек планировался с участием три пирэда, но по неизвестным причинам он не появился в официальном релизе, что разочаровало многих. На трансляции того же года музыкант заявил, что у него готово уже три сольных проекта и три совместных, но на сегодняшний день вышел только один – Ghost with Skin, представленный спустя 4 года после Moran. На новом альбоме Корбин погружается в MRF, выразительно передавая свои чувства. Он ищупывает новое, более попсовое звучание, основываясь на наработках прошлых проектов и черпает вдохновение из творчества LLP, Juice WRLD и Joji. Следующий год, возможно, принесет нам два альбома от Смиздика – один сольный и второй совместный с Bobby Raps. В последнее время артист радует слушателей большим количеством работ, в которых активно экспериментируют, успев посотрудничать со Skrillex, Chief Keef, Trippered и другими. Особое внимание заслуживает его совместная работа с Lyrical Lemonade, Lil' Tracy и Black Cray, где встречаются три Титана Саундклауда. Эта композиция основана на интерпретации песни I Miss You группы Blink-182. Углубляясь в течение прошлого, можно столкнуться с хитросплетениями разлада Lil' Tracy и Sikaboy Rari. Их конфликт возник после композиции второго, в которой Крей подверг критике объединения Govboy-Click, членами которого были Tracy и Pip, и пренебрежительно высказался о популярном рэп-СМИ Nojumper. Крей считает, что он оказал большое влияние на эмо-рэп и заслуживает уважения к себе. Поразительно, но эфемерный характер разногласий становится очевидным, поскольку всего через несколько дней после публикации Диса бывшие противники были замечены вместе. Забавный факт. Кайли Дженнер неверно протестировала песню Spooky Black в своем посте в Инстаграм, за что получила негативную реакцию от самого автора. Мы живем в эпоху фастфуда, но Корбин не поддается этому, создавая звуковые композиции, выходящие за временные рамки мимолетных тенденций, и становясь хранителем мелодий, постоянно совершенствуя свое творчество, оставаясь при этом стойким своей аутентичности. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также не забывайте про мой Инстаграм и Телеграм. Там вы сможете заранее узнать о выходе ролика, а также пообщаться со мной. Это был Don't Sleep With Me. Люблю вас. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова